Специалисты дорожно-эксплуатационного предприятия работу по поддержанию транспортных артерий города Надбугом в надлежащем состоянии ведут круглогодично. Однако в весенний-летний период процесс этот имеет повышенную интенсивность. Как только начала позволять погода, дорожники приступили к ремонту наиболее проблемных участков. Уже сегодня новый слой асфальта лежит на двух отрезках улицы Красногвардейской, между Гурово и Боброво, а также между Карасёво и Осипенко. В настоящее время здесь ведутся работы по благоустройству пешеходной зоны. Ремонт был произведен с заменой бортов дорожных, тротуарных. Мы укладываем плитку, делаем пешеходные связи. Высокий процент изношенности из-за постоянного потока большегрузов. Так можно было еще недавно охарактеризовать правоповоротную полосу на улице лейтенанта Рябцева в сторону деревни Тюхиничи. Сегодня здесь, к слову, как и на похожей правоповоротной полосе с Суворова на Волгоградскую, лежит свежий асфальт. Наиболее проблемные места, а это была правоповоротная полоса с улицы Суворова на Волгоградскую, она уже не подлежала никакому яморночному ремонту, мы ее связали и сделали новое дорожное покрытие. Также мы поступили с правоповоротной полосой с улицы Рябцева на поворот в сторону деревни Тюхиничи. Большая реконструкция полным ходом идет на Московской. Сейчас в центре внимания участок от 28 июля до Шлюзовой в сторону выезда из Бреста. Менять дорожное покрытие будут на всех четырех полосах. Как и на всех улицах мы обследуем продольные, поперечные уклоны, абсолютно все колодцы, ливнеприемники, все ревизируем, меняем критоперекрытие, меняем люки, вводим их на нужный уровень и с наступлением благоприятного периода будем менять верхний слой асфальта. Как только закончатся работы в направлении выезда из Бреста, дорожники развернутся в обратную сторону от Короны до перекрестка с Пионерской. В ближайшей перспективе приведение в надлежащее состояние улиц, которые должны разгрузить Кобринский путепровод на время его реконструкции. О том, как будет устроено движение в период строительства не так давно в ходе городского субботника, рассказал мэр города Александр Рогачук. Мы готовим уже альтернативные варианты дорожного движения с учетом тех трудностей, которые будут при пересечении Кобринского путепровода. Потому что, скорее всего, там будет ходить только лишь общественный транспорт, поэтому важно подготовить трафик личного транспорта через Секорского на Пушкинскую и по набережной Скорины, вот сюда, в район улицы Спокойной и ЦМД. Поэтому там тоже будет сплошное асфальтирование. К слову, процесс благоустройства в настоящее время переживают не только транспортные артерии и дворовые территории областного центра. Приближается пляжный сезон. И хотя в это пока верится с трудом, но будет по-настоящему жарко. Горожане потянутся ближе к воде. Уже сегодня дорожники занимаются приведением в порядок городских пляжей. К маю эта работа должна войти в завершающую стадию. Работы уже давно идут полным ходом. И они сейчас еще ускоряются. Мы уже почистили всю акваторию, сделали водолазное обследование, вывезли весь этот ил. Вот. И все красим, монтируем на места те формы, которые мы на зиму демонтировали и убирали. Еще есть моменты, которые нам написали предписание. Это строительство душа, питьевая вода. Мы этим тоже занимаемся. Есть проекты, есть финансирование. И до 1 мая, я думаю, что в основном мы все работы сделаем.